Уважаемые коллеги. Понимаете, заявлено одно, а выполнено другое. Вот самый большой недостаток, то есть, в общем-то, хорошая цель сделать общие правила использования источников и низирующих излучения правильно. Но, скажем, как это реализовано, кто читал внимательно этот приказ, вы это все прекрасно понимаете. Вы сегодня уже об этом обращали внимание, что есть базовые документы и, соответственно, если мы говорим о гармонизации, мы должны первое, что сделать, устранить те разночтения, которые у нас с этими документами есть. Этих разночтений достаточно большое количество и в свое время, когда появилась эта директива, я, насколько помню, даже на та же инспекция ядерного регулирования, она сделала перевод этой директивы и показала там, сколько у нас огромное количество этих несоответствий. И поэтому наша задача, скажем так, вот если мы говорим о гармонизации, в первую очередь, это устранить эти недостатки. Ну, хочется сказать, что мы жили там в Советском Союзе и после говорить, что у нас в рационной безопасности не уделялось внимания, ну, наверное, неправильно. То есть была просто другая система, она по-другому организовывалась и все это прекрасно знаете. То есть, первое, у нас есть лицензия на медицинскую практику, если есть лицензия на лучевую диагностику или на лучевую терапию, которая предполагает, что есть персонал, обученный персонал, а есть помещение, где это выполняется и люди, соответственно, проходят подготовку, которые это делают. Вот это лицензия на медицинскую практику. После этого, вы знаете, есть система получения санитарного паспорта, которая предполагает, что, а, на рабочих местах безопасно и, грубо говоря, что персонал может работать. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что есть профессионалы, которые выполняют работу, и с другой стороны, что это и выполняется в безопасных условиях. И это все было отрегулировано, ну, скажем там, может быть, несовершенной системой. Это просто другая система она была, она по-другому регулировалась. Были соответствующие постановления кабинета министров, были соответствующие отраслевые нормативные документы, которые эту процедуру регулировали. После этого у нас появилась о том, что тенденция, давайте сделаем, как в Европе. И в результате мы, вместо того, чтобы сказать, давайте, если мы делаем, как в Европе, мы вот это все от него отказываемся, от этих документов, и приводим все в соответствии, как делается в Европе. А в результате, что мы сделали? Мы параллельно этому сделали параллельную систему лицензирования. То есть, нормативные документы, которые используются при получении той же лицензии, используется та же нормативная база, которая есть. То есть, ничего нового не придумано. Если говорить о вот этом 166 приказе, кто внимательно читал определение качества, которое там введено, то в наивысшее качество достигает, когда аппаратура не работает. Люди готовят на станову с якостью или руководство по качеству. Целевой функцией является радиационная безопасность. При этом, вот показывал в докладе Жени Васильева, если кто внимательно слушал, что все-таки, если это диагностическое подразделение, то целью является постановка правильных диагнозов при минимальном вреде для пациента. Если это лучевая терапия, то целевая функция этого подразделения – лечение пациентов с минимальным вредом. Когда были вот приведены, вот доклад был о том, что 5% погрешность облучения пациента, я вот говорю, что я не уверен, что у нас такая обеспечивается. Просто есть у меня сомнения, потому что она состоит не только с инструментальной, а и с методической точки зрения составляющей. Поэтому это очень важный процесс, и его нужно вот на этих вопросах сосредотачивать внимание, где действительно такие дозы, которые будут оказывать влияние на здоровье пациента. И если мы хотим гармонизировать, я просто приведу примеры, такой простой пример, который в определении. То есть мы должны начинать с определений, чтобы наши определения полностью соответствовали определениям, которые есть в документах, о которых мы сегодня говорили, которые я тоже привел. То есть если у нас категория А, то вот если мы возьмем там европейские документы, то это кто получает за год 6 миллизивертов. А у нас кто работает просто с источниками, он может там получить 0,1, 0,2. Вот Лариса Львовна там делала доклад 2, по-моему, позапрошлом году, что у нас в рентген-диагностике средние годы доза, которую получает персонал, меньше 1 миллизиверта. Но в общем-то мы делаем очень много действий в связи с этим, которые затрачивают большие средства, но непонятно результат, какой мы достигаем. А это, в общем-то, эффективность управления, то есть это элементарные вещи. То есть вот больше 50 миллионов, больше, вдумайтесь в цифру, 50 миллионов вы потрачили на создание дополнительной системы регулирования. Второй. Когда мы в регуляторной службе разговаривали, там, Ксения Михайловна Ляпина была, беседовали со сторонами, говорят, вот есть лицензия на медицинскую практику, вот есть санитарные правила, что лицензирует инспекция ядерного регулирования. Они сказали, мы лицензируем дозу. При этом все знают, как можно лицензировать дозу. То есть есть новый, опять же, у нас регулирование хозяйственной деятельности, закон 2015 года, и мы должны, опять же, приводить все документы, в том числе, касающиеся использования источников, ну, будем говорить, в соответствии с действующими документами. Это очень важно. То есть основные направления, которые нужны, у нас есть нехватка ресурсов. То есть у нас есть нехватка и медицинских физиков, о чем мы регулярно говорим, о том, у нас есть вообще нехватка и научных ресурсов в этом плане. Поэтому есть ключевые направления, где мы, вот, допустим, лучевая терапия, мы решили у нас идеально все, мы уже все ресурсы туда бросили, достигли регуляции всей, замечательно все. Потом переходим, там, интервенционная радиология. Там тоже большие дозы, и люди, и пациенты получают, и персонал получают. Мы обеспечили идеальное выполнение в интервенционной радиологии. Дальше. Ядерная медицина. Там, может быть, не очень везде большие дозы, но там используются радиоактивные источники, а согласно 59-й директивы, вся деятельность, любая деятельность использования радиоактивных источников должна лицензироваться. То есть там обеспечим физическую защиту, все вопросы решаем, вывоз отходов, там все вопросы решили. А тогда уже переходить к лучевой диагностике. И опять же, если вы, докладчики, которые выступали и говорили, что важнее всего что? Сегодня говорят о чем? А, о компьютерной томографии, и о компьютерной томографии, в первую очередь, в ПД-3. А, обоснованность исследований, то есть у нас очень много необоснованных исследований, в частности, и в ПД-3. Поэтому ключевая позиция – это обоснование, и это первый везде принцип, а второй уже оптимизация. И вот когда мы уже и в компьютерной томографии решили все вопросы, супер у нас уже теперь минимальные дозы, качество замечательное, мы тогда можем переходить к лучевой диагностике. Но у нас регулирование решает другие вопросы. У нас расширяется база сбора денег, но не решаются вопросы регулирования. Вот поймите только вот в этом. То есть, что у нас закупка медицинского оборудования сегодня рентген-диагностического не решает вопрос рентген-диагностики. У нас сегодня покупается рентген-диагностический комплекс на три рабочих места за 12 миллионов, когда полностью переснащается отделение за 9 миллионов. Это две разные вещи. Вот нам нужно это очень понять, и что если мы идем все-таки в Европу и гармонизируем, то первое, мы должны устранить недостатки, несоответствие наших определений, потому что все начинается с определений. Я вам просто приведу простой пример из жизни. Если вы едете по дороге, включаете левый поворот, то поворачиваете направо, к чему это приведет? Вот это приблизительно, что у нас сейчас происходит. В 51 приказе заявлено, что мы гармонизируем, а если вы их повнимательно читали, там используются все ссылки на санитарные правила 2005 года, 2007 года, а они построены на стандартах Советского Союза. И связи с теми документами, о которых сегодня говорят, там особо никакой нет. Только в преамбуле. Вот давайте мы все-таки начнем с определений и приведем наши документы нормативные в соответствии с теми документами, о которых мы говорили. В базовых стандартах безопасности только определений с 40 страниц. Вот давайте мы их все легализуем. И вот сегодня приводила пример определения качества, в частности в цифровой рентген-диагностике, что качественным изображением является не тот изображение, которое позволяет получить как бы самое красивое изображение, а которое позволяет решить данную клиническую задачу с минимальным облучением пациента, как это записано в 93-й публикации МКРЗ. Вот мне кажется, нужно с этого начинать. То есть с определений. Если мы будем делать определения, использовать определения старые, мы будем ехать в разные стороны. И если мы будем делать посылания на старые нормативную базу в новых документах, мы снова никуда не приедем. Это совершенно будет тупиковый путь. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok